Здравствуйте! Вы на канале Садовые приключения с Надеждой. И сегодня я хочу вам рассказать о живой изгороди. Все меня просят, расскажите, какая у вас красивая живая изгородь, покажите ее. Она действительно красивая, вот прям, Тань, пройди сюда и покажи. Она плотно-плотно заросла. Но сейчас я хочу рассказать вам о проблемах живой изгороди, которая из девичьего винограда. В моей изгороди живой приблизительно где-то 6 лет. И я столкнулась с такими проблемами, что постоянно нужно обрезать концы. Видите, вот прям мы уже обрезали весной концы. И сейчас снова живая изгородь, когда девичий виноград разрастается довольно сильно, он прям быстренько-быстренько заполоняет все своими побегами. И под ним же не растет даже газон, выпривает газон. И поэтому сегодня мы решили... Вообще-то мы уже с другой стороны посадили новую живую изгородь из хвойных растений. А сегодня вот мы с сестрой, мы освобождаем эту живую изгородь, потому что даже хвойные растения, они никак не могут зарасти. Поэтому мы вот так вот просто обрезаем, вот так вот сильно обрезаем ножами эту живую изгородь. Потому что сейчас покажу, что случилось с моими хвойными, которые я посадила. Вот видите, здесь немножко уже сестра освободила, вот они будут расти. А на вот этом промежутке здесь совсем, видите, даже хвойным невозможно расти, потому что на них навешался этот девичий виноград. И вот такие проблемы. Поэтому когда будете выбирать в живую изгородь девичий виноград, пожалуйста, подумайте, стоит ли, может быть, что-то другое. Конечно, девичий виноград дает быструю стенку из листвы, но не всегда эта стенка потом облегчает вашу работу. Я показываю, как сестра сражается, то есть это не очень легкое сражение с этим девичьим виноградом, чтобы вы знали, как сестра сражается с ним. Я не знаю вообще, как мы дальше сразимся, чтобы его не было, потом будем уничтожать до конца. Пока сейчас только декоративную обрезку делаем. Мы проработали целый вечер, и я хочу показать результаты, что у нас получилось. Ну вот, посмотрите на результаты нашего труда. Мы сначала прошли с одной стороны. Вот, смотрите, сколько накидали всякой зелени. И прошли до конца. Там ужасно, особенно там, где были розы, это было что-то с чем-то. Все руки поколоты, ноги тоже. И это ужас, ужас. И навалили столько зеленой массы. Ну вот часть зеленой массы мы перебьем на мульчу. Кстати, кому нету мульчи, можете посадить девичий виноград. Прирост хороший, потом на газонокосилочке перебиваете на мульчу, и у вас есть с чем мульчировать. Вот, вот освободили розы свои. Помните про парковую розу я? Показывала видео, она была красавица. Но сейчас я ее уменьшила немножко в размерах. Вот, оставила вот такую. И вот мои плетистые розы. Но не хочу я. Я не хочу ходить с вот такими ободранными руками, болючие руки. Я плетистые розы буду убирать. За две недели, пока они цветут, так страдать, вот честно, совсем меня не вызывает никакого супер... Такого приятного ощущения, что это заслуживает вот таких моих обцарапанных рук. Вот. И с той стороны, сейчас я вам покажу тоже, что мы сделали. Мы там тоже все обрезали. Вот. Сейчас я быстренько пробегусь, чтобы уже не отключать видео. Там тоже все обрезали, освободили свои хвойные растения. Вот. И знаете, прям даже по-другому стал смотреться этот забор. Сейчас сын мой приехал. Так. По-другому сейчас стал смотреться этот забор. Ну, вот здесь остались редкие листики. Здесь мы снизу еще прошли, попрорезали вот так вот веточки. Видите? Вот здесь вот ветки посрезали. Все ветки посрезали. И вот здесь, то есть везде, где начало, все вот так вот обрезано. Видите? Вот так вот обрезано. Завтра к утру мы уже будем видеть, что тут осталось, что не осталось. И внизу пройдемся торнадо. Вот там, где по живым живым каким-то кустикам, которые остались. Вот. Прикроем, может, мешками, может, бочечками хвойные свои. Вот. И то есть вот так вот это совсем головная боль. То есть вот этот девичий виноград, пожалуйста, посмотрите мое видео. и никогда не садите это у себя на даче, на огороде. И даже если вам нужно закрыться от самых злостных соседей, которых вы никогда не хотите видеть, и при этом у вас нету денег на забор сплошной, девичий виноград это не выход. Вот так вот. Видите, сколько тут еще нарезали. Сколько всего нарезали. То есть сегодня на полдня себе работы с сестрой обеспечили. Вот. Ну вот и все. Сегодняшнее видео заканчивается. Пора идти спать. И что я вам хочу сказать. Все-таки будьте внимательны к тем растениям. Внимательно прочитайте информацию и посмотрите в интернете информацию про те растения, которые вы садите. Что может случиться с растениями через несколько лет. Ну а на сегодня заканчиваю свое видео. Я думаю, оно вам тоже было полезным. Кто впервые ко мне на канал, пожалуйста, подписка, если я вам интересна. И если видео было вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк. Ну а пока-пока. Ждите моих следующих видео, а я пойду отдыхать.